Ката это показывает, один человек делает. Ката это когда учишь стих, так же учишь последовательность движений, делаешь определенные движения и показываешь их резко, четко и быстро. Вот такое красивое сравнение придумала Наташа Стрельцова. В этом спортивном клубе она на правах старшей. Карате занимается уже пять лет. Говорит, сама выбрала этот вид спорта. С открытого первенства Коснодара Наташа Стрельцова привезла сразу два золота. Одно в дисциплине ката, второе в кумите. В ката судьи оценивают правильность всех движений спортсмена, насколько технично он их выполняет. Стала лучшей севастопольская спортсменка и в кумите. Это уже непосредственно поединок. В этом виде карате участники поменяют ударную и защитную технику. Для Наташи это уже далеко не первый успех на межрегиональных состязаниях. Два есть больших кубка у меня дома. Много медалей, 22 где-то медали дома. Были соревнования, где я проигрывала, но много проигрываю соревнований. Мне очень нравится этот вид спорта. Когда прихожу, когда бывает адреналин. Атмосфера в спортивном клубе, где занимается Наташа, очень дружественная. В день, когда наша съемочная группа поехала на тренировку, девочке как раз исполнилось 12 лет. Вместе с тренером ребята подготовили для своей подруги вот такой сюрприз – калаш с фотографиями. Обычно приходишь, просто здесь поздравляют, вызывают и все. А здесь приятно будет. Кстати, девочка в будущем мечтает добиться успехов не только как спортсменка. Уже задумывается, чтобы когда-нибудь открыть свой клуб и тренировать карате. У Наташи Стрецовой этим видом спорта занимается и младшая сестра Таня. Ей 10. В дисциплинах ката и кумите она завоевала бронзовые медали. Еще одно золото в копилку сборной Севастополя принес 9-летний Ярослав Тарасов в дисциплине кумите. Ката он стал вторым. Это круто. Это новое достижение. И так можно побеждать. И так на чемпионате мира. Если станешь первым, будешь известным. Я хочу всех побеждать на соревнованиях. Я этого тренируюсь. И хочу стать сильным. Касание в одну точку. Коснулся и убрал. Да, молодец. Тренируются ребята под руководством мастера спорта международного класса Андрея Быкова. Наставник высоко оценивает выступления подопечных на первенстве Коснодара. Всего в соревнованиях, которые проходили под эгидой Всемирной федерации карате, приняли участие 213 спортсменов из 11 команд. Кроме хозяев состязаний и севастопольцев, за награды боролись спортсмены из республики Адыгея. Каратисты севастопольской команды завоевали 9 медалей. Три золотых, две серебряных и четыре бронзовых. Награды для нашего города также завоевали Эмир Алптюрк и Александра Филиппова. В общекомандном зачете заняли пятое место. Всего же честь нашего города-героя защищали 7 спортсменов. В городе Севастополе в карате ВКФ мы единственный клуб. Сначала они выступают на внутренних, на местных соревнованиях, показывают достойный результат. Мы их отбираем в сборную клуба. Они достаточно успешно показывают себя в сборную клуба, а попадают в сборную города Севастополя. И дальше выездные соревнования – это чемпионат Миринства ЮФО, чемпионат России. По итогам состязаний в Коснодаре уже сформирована сборная, которая представит Севастополь на Кубке ТЭС. Турнир пойдет в Симферополе с 27 по 30 октября. Светослав Данилов, Деливер Меджитов, Новости Севастополя. Здравствуйте. Семья папа. Продолжение следует. Продолжение следует...